друзья всех приветствую на торговой сессии понедельника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канала market составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки ну что ж мы продолжаем следить за курсом доллара за динамикой американской валюты в контексте тех ожиданий которые присутствуют касательно изменения ключевой процентной ставки каждый отчет который мы получаем вместе с статистиками анализируем он воспринимается с точки зрения его влияния на вероятность как раз дальнейшего ужесточения американской монетарной политики я всегда делаю отсылку на инструмент fad watch tool который как раз и оценивает подсвечивает шансы американского регулятора на еще один шаг по дальнейшему ужесточению как раз текущего курса монетарной политики который проводится поэтому все те релизы которые мы будем друзьям с вами анализировать дальше они будут разбираться точно в такой же плоскости на данный момент вероятность повышения процентной ставки по инструменту fad watch составляет 26 4 процента это очень мало чтобы американский регулятор пошел как раз на вот этот шаг роста ставки на 25 базисных пунктов и учитывая то что сейчас вероятность повышения процентной ставки 26 4 после пятничных нон фарм перл все же нужно признать что в том релизе участники рынка аналитики эксперты но не увидели прям достаточно мощных весомых оснований чтобы можно было бы оправдать дальнейшее ужесточение американской монетарной политики ну ладно давайте обо всем по порядку начнем с повестки текущей торговой сессии сегодня день активности в сфере услуг и индексов которые позволят им оценить данный сектор 755 по джинси ждем эту статистику по еврозоне далее 830 индекс активности в сфере услуг англии фунт нас интересует я очень рассчитываю сегодня получить хорошие цифры чтобы британская валюта смогла получить дополнительный импульс роста который так необходим и сейчас в преддверии заседания британского регулятора которая состоится 22 июня и замыкать текущую торговую сессию будет очень важный релиз а уже американского происхождения это индекс активности сэм в сфере услуг сша и для штатов этот индекс имеет прямо первостепенное значение потому что на сферу слух если творить контекст американской экономики приходится больше 65 процентов экономического роста сонте как индекс доллара отреагировал на отчет айсэм производства сектора на прошлой неделе то есть данные разочаровали и американская валюта резко пошла вниз поэтому я допускаю что если сегодня ситуация повторится а вероятность того что он мы увидим слабые цифры она высока то потенциально доллар также может столкнуться с еще одной волной распродаж индекс американской валюты сейчас торгуется на отметке 104 пункта это выше чем минимумы которые мы видели на прошлой неделе на отметке 103.31 и честно говоря я прям визуализировал я очень рассчитывал на то что данные по нонфарм перлс по всем категориям подотчетов которые вышли будут медвежьими для доллара станут причиной более агрессивных и активных распродаж но видимо придется подождать подольше в частности выхода данных например по инфляции уже через очень непродолжительный период времени и потом уже непосредственно само заседание американского регулятора прежде чем перейти к отчету нонфарма хочу отметить что на прошлой неделе до пятничных данных официальных данных по рынку труда сша мы получили слабые цифры по производительности труда в сша от и дп показатель снизился на 2 и 1 процент был как я уже отметил провальный релиз по производственному сектору асм 46 9 на пунктов а 47 и 1 как раз на фоне спада в промышленности все снова заговорили о вероятности стагнации промышленного сектора сша здесь я хочу сделать небольшую ремарку друзья снижение промышленного сектора продолжается уже по моему пять месяцев подряд поверьте это уже самая настоящая рецессия этой отрасли первичные заявки на пособие по безработице 232 тысячи тоже на выше чем показатель был а две недели назад 230 тысячи соответственно тоже можно сказать что а данные разочаровали также хочу отметить комментарии двух представителей американского регулятора патрика харкера и филиппа джефферсона которые высказались в пользу уместности завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики то есть если подытожить все что имя было сказано пришло время нажать педаль тормоз и об этом много раз уже говорил потому что сейчас американскому регулятору точно не нужно создавать дополнительные риски роста волатильности дополнительно усиливать нагрузку на банковский сектор чему точно приведет еще одно повышение ключевой процентной ставки и каждый из представителей федрезерва который пытается аргументировать свою точку зрения почему не нужно дальше тащить ставку вверх они касаются этих всех друзья здесь я тоже небольшая отсылка на протоколы которые были опубликованы две недели назад последнего заседания американского регулятора тогда они нас немного запутали потому что комитет по сути раскололся 50 на 50 тех кто за повышение процентной ставки и те кто против но сейчас по мере выхода слабых данных мы видим то что глазующие члены федрезерва начинают все же склоняться в пользу того что довольно с повышением процентной ставки я надеюсь то что перед заседанием федрезерва до которого две недели количество тех голосующих членов федрезерва которые будут как раз поднимать руку за либо то либо то решение все же их будет большинство то есть большинство будет тех кто не поддерживает идею дальнейшего ужесточения политики в сша поэтому сухом остатке у нас перед нонфарми было довольно много слабых релизов была мягкая риторика отдельных новых представителей федрезерва которые раньше поддерживали ястребийный настрой и нонфармы по сути смешанные данные хотя как я отметил ранее я в них увидел больше даже негатива до количество новых рабочих мест 339 тысячи прекрасный показатель ну что уж тут говорить но если разбирать уровень безработицы он вырос с 3 и 4 до 3 и 7 процентов взять это новый локальный максимум темпы роста заработных плат снизились 4 и 4 до 4 и 3 процентов соответственно работать все таки текущая процентная ставка с точки зрения ограничения роста потребительских цен и зачем в таком случае тащить ставку еще выше вернемся к тому чего начал вероятность повышения процентной ставки сейчас 26 и 4 процента соответственно нету такого серьезного фундаментального топлива для роста доллара раз его нет я друзья сохраняю короткую позицию золото 1947 долларов за трость конс очень рад то что не поторопился не стал залазить в ланге буду искать точку входа дальше опять же очень интересно ваше мнение как вы считаете что золотом произойдет дальше может быть текущая коррекция это уже как раз идеальная точка входа в долгосрочные ланге либо вы все-таки ждете уровне ниже пишите в комментариях аналитики ubs так же как и city bank of 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 america ожидают золото в районе двух тысяч и 2100 это перспективы четвертого квартала и первого квартала я пока немного таком замешательстве потому что индекс cftc это американская комиссия по торговле товарными фьючерсами то есть динамика активность институциональных инвесторов показывает что интерес к золоту растет за прошлую неделю общее количество контракта выросло со 160 тысяч до 169 но индекс настроения сантимент на который я тоже делаю часто акцент сейчас 73 процента в покупках то есть совершенно противоположный сигнал пока ситуация не выровняется я надеюсь то что произойдет в ближайшие дни активность по золоту проявлять не буду по другим инструментом европейского по-прежнему пока не трогаю британская валюта 124 37 ждем дальнейший рост в расчете на то что банк англии отважится на агрессивное повышение процентной ставки на 50 базисных понтов член правления банка англии кэтрин манна прошлой неделе поддержал эту идею подтвердив опять же друзья то что английская экономика уже находится в так называемой инфляционной ловушке и об этом говорил на протяжении нескольких месяцев подряд и вот пожалуйста официальных комментарий то есть с инфляцией нужно бороться бороться агрессивней и дальше ужесточаем монетарную политику также пара доллар канадец мы долго ее не рассматривали сейчас котировки 1341 134 34 вот такие зеркальные уровни я рекомендую шортить эту валютную пару потому что 70 процентов сейчас покупках мы видим то что котировки нефти получили фундаментальный триггер для роста данные по вп канаде сильные а фактически в первом квартале рост составил на целых восемь десятых процента есть хорошие перспективы снижения пары в район отметки 133 132 друзья на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели всем пока